Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Венера Миловская. Проект реставрации профессора Суруштрассена. Статуя Венеры Миловской, находящаяся в Лувре, признана всеми знатоками искусства шедевром греческой скульптуры. Но в том виде, в каком она была открыта, она представляет собой довольно странную археологическую загадку. Голова ее слегка обращена к левому плечу, взор словно устремлен вдаль, она ногая до бедер. Ее вьющиеся волосы связаны узкой перевязкой. Левая нога поставлена на предмет, который в настоящую минуту невозможно определить точно, так как именно эта часть статуи больше всего пострадала от времени. Руки обломаны почти у самых плеч. Эти остатки рук показывают, что правая рука была опущена вниз, а левая протянута почти горизонтально. При таком состоянии статуя, естественно, возникает вопрос, каково было в действительности положение рук. От этого вопроса зависело решение другого, какого момента представляла статуя, и какой характер богини она изображала. Отсюда возникло несколько любопытных предположений и несколько проектов реставрации. По мнению одних, богини смотрят на собеседника, находящегося вдали. Другие полагают, что она в левой руке держит яблоко, свою эмблему или зеркало, в которое смотрится или щип, или копье. На конец третий склоняется к мысли, что Венера Миловская составляла весь часть группы, аналогичной античной группе Венеры и Марса, находящейся во Флоренском музее. Или Венера и Марс у работы Каномы. При этом, в последнем предположении, положение рук объясняется само собой. Левая рука покоится на плече Марса, который несколько выше богини. А правая рука, или по мнению одних, покоится на груди Марса, или же по мнению других, держит его правую руку. Тело богини несколько повернуто в сторону, а голова свитка наклонена, как это бывает, когда смотришь на предмет, слишком близко находящийся. В 1887 году профессор Цурштрассен задался целью реставрировать Венеру Миловскую и вдохновился идеей, что она стоит вместе с Марсом по толкованию Витига. Торжествующая гордая поза Венеры Миловской, писал Витиг, «Навела меня на мысль тать ей в руки щит Марса, бога, которого она победила благодаря своей красоте, и в оружии которой трофеи своей победы она любует за своим изображением». Этот намек на любовное отношение богини к Марсу послужил Цурштрассену как главный мотив. В его проекте Марс стоит рядом с богиней, готовой тронуться в путь, держа копье в левой руке и меч в правой, видимо намериваясь вступить в сражение. Венера подошла к нему с мольбою, правой рукой она схватила руку супругу около кисти, а левую положила ему на плечо. Марс в колебании повернул к ней голову, покрытую шлемом. Этот проект действительно превосходно объясняет положение фигуры и руки Венеры Миловской. Он имеет античный характер, простоты и величия. Но можно ли окончательно принять его как несомненно верную реставрацию? Можно ли предположить, что немецкий скульптор действительно понял мысли греческого скульптора и воспроизвел ее? Трудно ответить положительно на эти вопросы, тем более что и после попытки Цурштрассена возникло и до сих пор возникают другие проекты реставрации. Упоменем об одном весьма любопытном. По мнению американского археолога Штильмана, Венера Миловская не есть Венера, а победа Ника Бескрылая, которая в статую находилась в Афинском Акрополе, в специальном храме. И в самом деле Венера Миловская имела большое сходство с победами, изображенными на греческих монетах. С другой стороны, все признают, что победа Бескрылая Афинского Акрополя была создана скульптором Скопасом. Значит, прибавляет Штильман, и Венера Миловская есть произведение этого скульптора. Статуя Венеры Миловской была найдена в 1820 году на острове Милла, крестьянином, бахавшим полем. Маркиз Ривер, тогдашний французский посол в Турции, получил иконту Марселесу, секретарю посольства, приобрести эту статую. Турецкие власти сначала воспротивились этому. В тот самый день, как икон приехал в Миллу, статую собрались отправлять на турецком судне князю Маразини. Тем не менее, затруднения были устранены, и статуя была отправлена во Францию. Ривер подарил ее Лувру, где она находится и поныне, в особо круглом зале. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.